Приветствую вас, друзья! Вы на канале Флорист Мариуполь. И в этом видео я хочу поговорить об остеоспермуме. Одно из растений, которое я советую к выращиванию, так как имеет много окрасок в своей цветовой гамме, цветение очень продолжительное, за сезон дает большие шапки цветов и к тому же цветет до самых заморозков. Давайте рассмотрим такие моменты, которые помогут нам улучшить наши показатели в выращивании и получать в сроке цветущие хорошие кустики. Вот именно что в сроке. Вся проблема с этим растением в том, что его тяжело вырастить в сроке. Вот поэтому мы разберем в этом видео, когда его нужно посеять, когда его нужно черенковать, для того, чтобы мы получили цветущие растения уже на апрель месяц, но не позже, как это обычно получается. Так как по технологии выращивания, по срокам созревания нашего растения, от посева до цветения, либо от черенкования до цветения, должно пройти 4-4,5 месяца. И поэтому, если даже мы его сеем, как и другие летники, в январе месяце, то цветущая продукция у нас будет запаздывать. Она будет аж на середину, конец мая. По срокам это уже поздновато. Поэтому для цветения вовремя мы должны посеять его в ноябре-декабре. Это нам обеспечит зацветание на начало апреля, как раз тот момент, когда цветы востребованы. При посеве в ноябре мы получим на начало апреля, на конец марта цветущие растения. И еще один из очень важных моментов, которые тоже обязательно нужно учесть при выращивании, это то, что если мы выращиваем наши растения, в тот момент, когда он набирает вегетативную массу после посева, либо черенкования, температура не должна превышать 25 градусов. Если температура в этот момент уже у нас в теплице достаточно высокая, то цветение будет задерживаться. Это вот тоже один из главных признаков, который оттягивает цветение у остеоспермума. Поэтому вот основных два главных момента, которые нужно учитывать. Мы должны его сеять намного раньше и черенковать. Мы должны его раньше, чем другие летники, так как у него наращивание идет дольше по времени, чем если взять, к примеру, газанию, немезию, ту же петунию. Они зацветают намного раньше, в отличие от этого растения. Поэтому обязательно это учитывайте. При черенковании, посев мы разобрали, мы сеем ноябрь и декабрь. При черенковании мы должны черенковать его в декабре месяце, чтобы на январь уже у нас были укорененные саженцы, так как три месяца ему нужно будет расти, чтобы зацвести на апрель месяц. Но это самый оптимальный вариант. Так как именно в этот период у нас идет разбор цветущих растений. Ну вот мы разобрали самые главные моменты. Обязательно их учитывайте. И вы в сроке получите красивые цветущие растения. Если видео понравилось, поставьте лайк. Мне будет очень приятно. Пишите обязательно комментарии, о каких растениях вы еще хотите узнать. До новых встреч. Пока-пока.